привет мои дорогие подписчики а также те кто не подписался обязательно подписываемся на мой канал димас из тагила также мы теперь в рутубе в номе и вьюти ссылка закрепленном комментарии сегодня у нас небольшое небольшая поездка нижний тагил город тюмень мы будем с вами проезжать такие поселки как петрокаменск город алопаевск город ирбит возможно если получится подъедем к аэропорту рощина где стоит большой самолет на въезде в терминалы если у нас возможность будет там развернуться обязательно этот кадр с ним желаю всем вам приятного просмотра поэтому готовьтесь на 30 минутный ролик берите чай кофе и приятного вам просмотра а мы начинаем поехали из контакта Погода какая, на базе сухо все было, машина чистая вся была. Здесь местами где сухо, где не сухо, где сухо, где не сухо. Для меня это вообще больная тема с чистой машиной. Она у меня всегда должна быть чистой. Прям не могу я когда у меня грязная. Вольво и прицеп. И еще я никогда не понимаю, когда люди моют только тягач, а прицеп грязный оставляет. Я считаю, если мыть, мыть надо нормально, а проще вообще не мыть. А то дверь продру там и все. Здесь вот опять сухо, видите. Расход у меня что-то большой какой-то. 64-65 литров. Здесь ягодами торгуют на обочине. Ряжек проезжаем. Вот видите, опять. Опять. Все. Теперь грязная дорога началась. В общем, поехал я в Тюмень. Сегодня у нас 20 августа. 20 августа. С Тюмени вернусь. Надо будет загрузиться и опять в Тюмень уехать. Поэтому дворейс надо сделать на неделе. Ну вот, под конец недели. Краснополе. Здесь, кстати, в Краснополе храм стоит тоже, я считаю, довольно, наверное, давний храм. Потому что выглядит он довольно старо. Мы с вами будем проезжать. Сейчас у нас впереди Петрокаменск, потом Алапаевск, потом Синячиха. Вот, поэтому не переключайтесь. Не перелистывайте. И обязательно, ребята, подписываемся, да? По-любому, вот, если вы не подписаны, вот, подписывайтесь на канал. Это несложно. Все. И будете смотреть мои видосы. Может быть, кто-то увидит себя на записи. Вот. Двигаемся по Краснополе. Ну и вот он, как раз, церковь это. Видите, какая старенькая. Ну, что-то, конечно, внешний вид-то никто не хочет ей придать. Стреляка велик. Питер. Село Петрокаменское. Припарковался здесь у магазина. Мужикам сходил в сервис. Я говорю, ничего, говорю. То, что припарковался на парковочке, они говорят, да нет, не вопрос. Здесь Петрокаменский, пельменная. В прошлый раз ел, вроде ничего. Три стола здесь. Телек. Короче, пельменей сегодня нет. Пельменей нет. Взял себе хлеб. Чай с лимоном. Рис с котлетой. Пишаньку с торогом взял еще все. Ну вот, короче, как-то так. Буду Сашу и Таню смотреть. Ну все, ладно, всем приятно, кто собирается здесь. Чуть-чуть дорога закончилась. Но все-таки, несмотря на то, что многие все говорят, что лучше ездить на Тюмень через Ореш, ну то есть через Невянск, да? Женька у нас вообще любит ездить через Екатеринбург, через Пашмург, ну через на Богданович, на Пашмург. Не знаю, вот как кому мне как-то по душе больше ездить. Именно вот здесь вот. Через Реш почему мне не нравится ехать, потому что там, ну, этими деревнями повороты, повороты, вот Невянск. То есть по времени, да, обратно, наверное, когда пустой едешь, через Реш, по времени, я думаю, что, наверное, быстрее, потому что ты в Невянске выходишь, и у тебя, что, физически. Конечно, я прямая, ровная, ты топнул, и все. Ну, груженый, не знаю. Кому, вот, кто ездит, ребят, кто смотрит в эту сторону, какой путь вам больше по душе? Мне вот все-таки вот через Алапаев на Эрбит, с Эрбита на Байкалово. И то есть не через Елань, а на Байкалово. Из Байкалово уже все получается, что там. До перекрестка доехал, направо повернул 100 километров, и ты в Тюмени. То есть, ну, мне как-то вот эта дорога больше по душе. Через Реш же опять же ехать. То есть там с другой стороны Эрбита заезжаешь. В общем, напишите, кому как удобнее, кто ездит в эту сторону. Сделал остановочку. Проверите, что все у меня горит. Все замечательно. Все светится. Так, что там, дождик был же, видели, да? Ну, я же это... Так, выключимся. В общем, давным-давно как-то я ездил в Ревду. И в Ревде прямо на заводе кнул машину. У меня была совая вода. Пятерки. Такая пшикалка. И такой вот с шикалкой можно сказать, вот, брызгаешь, получается, протираешь губкой. Вот так вот. Видите? И вот колпаки я отмыл. Надо вот так тоже время от времени проверять шипы. Потому что они... Ну, качество, конечно... То есть их раз одел, раз снял, раз одел, раз снял, и они начинают болтаться. Поэтому нужно за этим следить. Иначе вы можете их потерять просто-напросто. А шипы... Ну, не знаю, сколько сейчас они уже стоят. Видите, чуть-чуть. Смотрите. Видите, гуляет. Как бы время от времени надо их проверять, чтобы они не отпали никуда. Кстати, вот зря пишут многие, что колхозу... Вот кого я не встречал, говорят, что очень классно смотрится на шипах. На шипах и на чёрных дисках. Красиво смотрится. Мне нравится. А кому не нравится, ну... Не ставьте. Даже никто не заставляет ставить. И ручки из нержавейки. Мне тоже очень сильно нравится. Видите, как блестят классно. О, как зеркало. Можно брыться в них. Всё, по чистоте. А, ну-ка, я шо? Ну-ка, лепёха коровья была с правой стороны. Ща бы прям колесом бы на неё наехал. Блин, в это время как раз на ореху смотрел. Нормально. На лепёху не наехал. Посмотрите просто, какая красота. Палец у меня попал в камеру. Ну, вообще, да? А ещё солнечные лучи, когда на них попадают. Ну, прям, аж ты... Ни капельки не пожрёл, что купил такую красоту. Сделал такой подарок Вольве. Но, единственный есть минус. Это на данный момент опять лучи, которые придят вам продвигаться. Может быть, всё-таки удастся мне. Смотрите, какой след. У кого-то, походу, антифриз бобахнул. Всё. Все 40 литров вытекли нафиг. Всегда, ребята, показывайте машинкам, чтобы они вас обгоняли. Видите, он поблагодарил меня, красавчик. Иногда был разрешён, потому что из-за грузовиков, ну, не видно на легковое, что там впереди. Поэтому нужно всегда быть вежливым на дороге. По возможности легковые машины на расширение пропускать. Ну, и помогать им обгон. Также обращаюсь к водителям, кто ездит на легковых машинах. Когда грузовик моргает там левым либо правым поворотником, то есть левый поворотник – это обгон запрещен, правый поворотник – обгон разрешён. Вот когда моргает дальнобойщик, то есть водитель грузовика, да вообще не важно, какой они большой машины, правым поворотником, вы сразу не идите на обгон. Вы в первую очередь убедитесь, потому что вдруг он просто показал правый поворотник, он там делает остановку, да, либо там у него скоро поворот направо, да, вы подумали, что обгон разрешён, хоп, резко высовывайтесь, тем более водителям, кто имеет правый руль. Вот, поэтому прежде всего сначала убедитесь, что чисто, а потом уже обгоняйте, потому что есть такие водители, я вот замечал, что ты поворотником органишься, он сразу из-под хвоста резко, бах, пошёл на обгон. А если бы я просто парковался, да, там встречка была бы. Поэтому вот такие вот моменты тоже, ребят, обязательно, как бы, это принимайте на заметку. Ну, это я опять же обращаюсь к водителям, которые не сталкивались. Кто-то, допустим, есть такие водители, не все же, допустим, понимают, что там моргают, да, там сейчас я закрою окошко, то нихера не слышно меня, наверное, что там моргают поворотником, и это самое, ну, там, можно обгонять, нельзя обгонять, да, там, то есть такие моменты, то есть кто-то же в этом не понимает, скажет, хер знает, что он там поворачивает, может быть, или что там, то есть, ну, девушки, женщины, да, кто там, кто начинающие водители, не все же там родились и знают, что там, блядь, правый поворотник, обгон разрешён, левый запрещён, то есть, нет. А за это я тоже никогда не осуждаю. Посмотрите, я только протёр всю машину, у меня опять впереди мокрая дорога. Это, кажется, это какой-то ужас, ребята, я в расстройстве. Ну, вот опять сухо, короче, в общем, я посмотрел прогноз погоды, нет смысла мне вообще что-то заморачиваться, что-то там протирать, мыть, в этот циклон, полосами, сухо, дождь, сухо, дождь, короче, и в итоге там что-то и на завтрак так же всё, и всё это, всё это нафиг, короче. Как бы не хотел постараться, быть на чистой машине не получается. У меня, смотрите, кстати, какой есть чехольчик. Это Женька мне подарил. Женька мне подарил чехольчик с ручкой такой. А тут у меня ещё ручка имена, это мне любимая моя подарила. Ручка имена, подписывать важные документы. Поэтому у меня вот такой вот наборчик есть. Похвастаться вам решил. Алла-Пайска. Там сейчас на въезде, блин, снимать, конечно, не стал. Такое, не люблю снимать. Hyundai AX35, что ли, не знаю, как-то получилось, короче, в столб прям, боком в столб сшик. Ну, вроде как бы, все живы. Не знаю, конечно, как здоровы. Там патрулька, патриот постоянно. В общем, там. Как так получилось? Куда так лететь в повороты? Хрен его знает. О, вон там, вдалеке Синичиха виднеется, видите? Ага. Сейчас будем проезжать её. И всё вам покажу. В общем, добро пожаловать, мои дорогие подписчики. А те, кто не подписался, обязательно подпишитесь и будете моими дорогими подписчиками. Непосредственно в 1680 год. И это серьёзно. 1680 год. Синичиха. Нижняя. Поехали. Рассказывать всю Википедию, это самое, про Нижнюю Синичиху, ребят, я не буду. Я, в первую очередь, не экскурсовод. Если вам интересно почитать конкретно, что здесь находится, откройте интернет и прочитайте. Но могу сказать одно. Здесь очень чисто. Этот посёлок является музейным. Здесь живут, я думаю, что довольно очень добрые люди. Хотя ни с кем здесь не знаком, но я уверен, больше. Потому что, по крайней мере, сколько я здесь не проезжал, все довольно очень дружелюбно смотрят. Вот дядька, видите, идёт. Хивнул головой. То, что я его снимаю. Вот, значит, здесь находятся довольно очень старые постройки. Вот. Которые, я думаю, что мы редко где встретишь. Тем более в таком состоянии, в котором они находятся здесь. Не так давно мой коллега по работе, Макс, ездил сюда. Мы с ним, когда поехали в Тюмень, я ему говорю, посмотри, Макс, была ночь. И, ну, особо ничего не было видно. И он говорит. Слушай, прикольно Димон, короче. О, смотрите, какие пацаны прикольные. На питбайках на таких маленьких. Малочки. Малыши такие, да? В гермаке такой, такие питбайки маленькие. Красавчики. Вообще молодцы, пацаны. Ну и вот, в общем, смотри, здесь какой красивый храм. Церковь. Церковь красивая. И вот с правой стороны начинается музейная зона. Смотрите, какие прям купцы, да, жили какие-то. Вааа. Бояре. Матерый домик. Макс, в общем, сюда приехал. Он говорит, здесь и китайцы были там с перевозчиками. Туда-сюда, то есть прям сюда автобусы. Экскурсоводные ездят, то есть там какой-то номер телефона, он мне объяснял, что можно позвонить. И это самое, там где-то здесь неподалеку экскурсовод находится. В общем, все там везде откроют, вам покажут. Круто, короче. В таком состоянии все находится просто. Во, что это красота. И больше всего мне нравится мне эта мельница. Она на пан-берегу находится. Там вот какая-то часа у меня тоже, да, на скале. А мельница, вон она там. О, там мельница. Ребята, сейчас я ее сфоксирую, эту мельницу. Видите? Вот, красавище, красавище, да. Смотрите, как за с вами. Тела, вода. Субтитры. Бутылочки взял, становился. Здесь вот родничок есть такой. Резина, кстати, у меня новая. Барчички какие. Триангл. Помните, у меня в прошлом ролике взорвалось к лицу? Родничок, родничок. Редчик какой. Хорошая водичка здесь, да? Да? Водим, спасибо. Я просто очень часто видел, что здесь водичку набирают. Видите, какой красивый. В лесу. В лесу. В лесу. В лесу. Родник. Покровский ключик. Освещён 13 июня 2008 года. Ох ты, как тут темно-то. О, видите. Иконы тут. Ну, какой вот родничок. Сейчас мы с вами водички наберём. А то у меня что-то запасы воды закончились. Я еду, думаю, где-то я видел здесь, родничок. Вот. Блин, как свеженькая вода. Прям бодрящая, я скажу. Вот такой вот родник. Всё. Начки набрал. В общем, ребят, кому интересно, где находится этот родник. Родник находится, не доезжая, ирбита города со стороны Синячихи, со стороны Алапаевска, 66 километров. Вот, увидите, если здесь сильный гнать. С правой стороны вот родничок такой стоит. Поэтому вода в родничок. В родничок хорошая. Это зиму-то ночью с прояснениями погоды. Температура ночью плюс 17, днём плюс 23. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днём плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше. Норма 749 миллиметров ртутного столба. А у нас погода плюс 17. Такая погода, в общем. Атмосферное давление в синий просвещение. Сступает уже вечер. Смотрите, как туман ложится. На маля, на леке. В некоторых домах затопились печи. И чувствуется запах печи, дров. Кто от деревни проезжает, поймёт о чём я говорю. Классный запах. Время у нас местное 7 минут 9 вечера. За бортом плюс 15 градусов. До Эрбита нам осталось 30 километров и 240 километров. Осталось до Тюмени. Я думаю, самое время уже включить электричество по бортам. Всё. Готово. Чё, Эрбит встречает. Привет, ребят. Всем с Эрбита. Луна, конечно, у вас в Эрбите. Тут вообще красивая. Смотрите, какая картиночка. А сфокусироваться камера не может. По красоте. Луна, туман. Улица, фонарь. Эрбит. Всё прям как... Стихи писать прям. Не могу я сфокусировать. Луна. Чуть иное время. Вот 9 вечера. Ну, чё-то на въезде, конечно, в Эрбит. С освещением прям вообще всё как-то тяжеловато. Там это самое... Правительство Эрбита никак не хочет кто-то светлый город сделать. Это же не дело. Не дело-то. Когда такая темнота. Даже вот пули впереди идут, хрен поймёшь, вообще нихрена не видно. Вот учитывая, что в камеру ещё хорошее изображение, а так-то вот... Эй, собака. Бежишь, даже не смотришь никуда. Что, ребят, кто с Эрбита смотрит, напишите в комментариях. Здесь, кстати, вот с левой стороны сейчас будем мы проезжать в этот молочный завод. Молочный завод Эрбитский продукции. Вот он. А, луна какая я. Вообще просто шаг. Какая луна. Так, вот он как раз этот молочный завод. Хочу его подснять. Что-то так темно здесь, прям. Видишь, светится с левой стороны. Большой такой. Махают мне там все. Кстати, очень часто, вот видите, Эрбитский молочный завод. Очень часто встречают, ну, встали встречаться. Видимо, узнавать, что ли, встали. Это подписчики, и вот кто-то догоняет, аварийка моргает. Кто-то там, вот не так давно водителя скорой помощи видел, жмет руки, приветствует меня. Ну, и вот так вот на дороге. И к ребятам, получается, с базы. У нас же наклейки у многих на машинах с рекламой канала. Тоже подходят. Ты, говорит, Димас из Тагилы? Он говорит, нет, говорит. Он говорит, как вот, к Максу подходили. Женька, вот, говорит, магазин, мы тоже подходили. Поэтому, ребят, всем подписчикам большой привет передаю. Непосредственно с города Эрбит. Такие вот дела. Скажите, крутяк, да? Они прям сверкают. Здесь, кстати, мост 4 метра. Поэтому имейте в виду, у кого выше 4 метров, вам, ребят, не сюда. А я предкирую, что прохожу вот антенны, только надеваю. Вечерний Эрбит, привет. Ты так по кайфу едешь, у тебя весь грузовик светится, все на тебя внимание обращают, кто-то там машут. Ну, прям в Ашпи. Так, мне бы сейчас день красно-белое найти. О, красно-белое, на что, представляете? Я только поговорил, где бы красно-белое найти. И я прям нашел красно-белое. Так, вот здесь, правда, деревья, мне бы... Короче, я вот так встану. Ничего страшного, деревья, потому что... Я пошел в КБ. Куплю себе Берн. Ой, Адреналин. И этот, как его зовут? И Сникерс. О, точно. Смотрите, ребят, какой мотик. Вы любите припаркованный. Урал. Пойдет. Я зашел, взял Берна. Ой, Берна, этого, Адреналина. И Сникерс. КБшечка. Слушай, тут тепловый Рубитик даже, я скажу, даже очень. Так, все, полочки прям. Припарковался здесь, видите? Ладно, что, поедем дальше. Ты выдыхаешь, ты меня пугадывайчиком, чтобы я тебя не поцеловал. Ты меня ловишь руками, как солнце на зайчиках, а я снять шоуку по моему палу. Ты выдыхаешь, ты меня пугадывайчиком, чтобы я тебя не поцеловал. Ты меня ловишь руками, как солнце на зайчиках, а я снять шоуку по моему палу. Ты выдыхаешь, что меня пугадывайчиком, чтобы я тебя не поцеловал. Такие песенки приколи здесь, по радио, к Ирбитскому играют. Ну а я, ребят, как всегда, Адреналин Раш, по-другому никак. Пьем и едем. Да-да, вредно, знаю. Но я в меру, поэтому все нормально. Ты, пробная власть, но я скажу тебе, И стройку сложить. Кто ты, милый, ты, герой? Мой бургар, ведь я знаю. Те, милый, ты, в суде, Мешай, ты, все, но Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok